всем огромнейший привет с вами снова из и это у нас не стрима записи естественно попытки прохождения финального босса в игре был стейн ритуал of the night и прежде всего мы сделаем кое-что интересно сюда мы ставим сдвиг измерения а сюда мастерство меча для скорости и после этого идем пробуйте уничтожать босс второй фазы фазе 1 фаза а Играет музыка. Как бы нормально все не начиналось, а потом все равно вот этими ударами, которые откидывает, что-то типа этого, обращается в то, что было. И все. Ну а что можно сделать, когда есть огонь, который по 200 лупит. И все. Ну считаю, что начальную фазу вот этому делаем абсолютно неправильно. А когда вот идут вот такие вот чутерские откидывания, это уже другой вопрос. Я даже не буду лечиться. Ну там нет смысла. С кристаллом вроде все нормально. Не знаю, какие еще можно было кристалла тут предложить. И с осколки. Убегает, а собственно огонь, потом бить еще из него. Классно. Ну что это такое было? Непонятно абсолютно. Сейчас падут камни, да? Ну да. Они тут камня были. После огня падут камни. Камни, камни как ни странно нету до сих пор. Вот только сейчас они пошли. Надо пить все зелья или что-нибудь есть, потому что сейчас будет ударить по днём. Сейчас будет огненная лучка, в любом случае, сейчас или что-то позже. Я понимаю, как на нем что делать, но тупо не получается. Опять откидываешь. Ну подождем. Ну что-то типа этого надо делать постоянно. Ну почему-то не получается это делать постоянно. Страна это очень несложно, кажется. А еще и дракон. Пошли просто отталкивались. ПКД. Ну наверное тут будет все-таки поаккуратнее. Используйте именно осколок телефона. Гвардинг, который со мной бегает, защитник получше, блин, работал у него. Используйте только цифровый. Используйтеая, что-то, что там у него побо Race. Джейнси. Мы были. Да, нет, нет. Нам, что-то думает. Я нравится, что-то, это не стоит. Что-то, что-то, библо. Музыки, как я не знаю? Я не знаю, что-то А я читаю. Что-то, что-то? А я читаю? было присесть ну теоретически просто даже и собрать осколок ну какого-то между мирами какой осколок вот этот но это глупо даже выбрать другой осколок в принципе не представляется возможно хорош пишу пишу доводите 2 фазы за это получается то что получается нет на опережение надо играть наверно сейчас нереально просто нереально как удар локтем и пройти когда мы приседе сидели ладно не будем обращать на это внимание если бы не было пропустика если бы просто вверх не знаю кнопка насколько бы это было проще в управлении большой выход и долгий выход из атак естественно долганят поближе к огню не могли почему не на камне сейчас да вот как это контрить да никак это не пункт я конечно контрикс один удар и убегать сразу есть как за контрит это даже не пытаться бить там пару ударов наверное это по идее контур атака не пройдет все же неплохо да все неплохо кроме одного что мы не умеем играть абсолютно сколько уже наиграли в эту игру и играть не получилось потому что предыдущие боссов не требовали этого такого у меня в конце концов и вот и Продолжение следует... 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 наш гвард, который должен пойти защищать нас, не отражают уровни такие штуки, которые посылают нам. Может, не надо было прыгать. Может, не надо было прыгать. Нет, иногда он очень неплохо урон-то отражает. Но не всегда. Лучше было, наверное, и не прыгать. Чему мы упали вниз? И зачем? Ну, что-то я не понимаю на второй фазе, на первой. Ну, на первой я понимаю, как все делать, а вот на вторую явно нет. Это сто процентов нет. Тысячу процентов нет. На первом, много слишком тратим зелень. Ну, еды, лечение. Ну, две, лечение. Чисто по-рубить. Чисто по-рубить. с камни наверно ну или что-то такое когда она отталкивает надо быть просто контракт контракт или платный а от защитным поиграть кое-где ну как вот ну что тут сделаешь когда вот такой вот происходит как тут играть от защиты когда происходит просто неожиданная абсолютно атака как понятно что нужно было ждать всегда по факту она была очень неожиданно в любом случае и огонь просто летит вперед это можно конечно запоминать эти атаки постоянно готовится и сильно от защиты прям играть можно на конкурс достаточно грамотно по крайней мере не впадать постоянно под эту атаку как я это делаю вот 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 ну вот вроде сейчас до грамотно все казалось бы заметил вся она все равно получили уран ну да лучше да лучше намного я понимаю первую фазу практически ну 25 процентов может быть чуть больше даже как проходить ну пока вторую как проходить фазу не понимаю вообще всех любить и убить не только того на ком она сидит на той бы голове и так далее и так далее и тому подобное достаточно много уран тому получить то есть нанесли сейчас насколько это достаточно я думаю что нет хотя щупальца мне понравились больше манма не жгут больше логично давай кварт прикрывай некоторые шарики очень сложно законтрить учитывая 4 то что я просто не понимаю откуда не вылетают они очень быстрые из-за снизу вылетают очень быстро я не успеваю ничего с этим сделать не нужно уран по идее бить надо кошки как и убить когда а надолись а там внизу лавы и и все сложно что на в в в в и в в очень долгий бой получается к долгий бой очень сложно концентрацию не терять по ноте Нельзя такую ронку включить. Так, три платформы стало. Начинается опять ерунда. Надо прыгнуть было, конечно. Вот сейчас нужно прыгать. Огромное количество уже урона нанесли. По крайней мере, как мне кажется. Врагу абсолютно все равно. А если еще учитывать первую фазу, вообще там дикое какое-то количество раны. Вся последняя зелья пошла. Еды нет, еды нет, зелья нет. Ай. Заметил. Поплыли мышками ноги. Да ладно, неужто победили? То есть, к-три платформы, это... Мы были прям в шагах, в шагах несколько раз от победы, получается. Ну, это было жестко, долго и... Ну, на самом деле, не так сложно. Если бы не ошибаться, если делать все грамотно. А не как мы это делали. Доминика, она могла сделать так много добра, но... Я знаю. Подожди, Фолиант! Книга, с которой все началось. Что ты с ней сделаешь? То, что пытался сделать учитель. Перед смертью он начертал ихонские восьмина и структурные элементы замка. Теперь я с помощью книги приведу ритуал здесь, в самом сердце замка. Ритуал активирует ехоноянские письмена и отправит в замок обратно. Так, вот что пытался сделать Альфредо. Надо начинать. Отойди. Так, а может мы сначала из замка-то уйдем, а потом ты будешь там Фолиантами своими колдовать? Нет? Все это, конечно, хорошо, но... С одной стороны много трав потребовалось, чтобы побить с двух сторон не так. Так уж прям, чтобы слишком много. Ну, замок отправлен, мы победили. Тру концовка! Все кончено. Да, ты все исправила. Ну, какой джиной? Джибель, Альфредо, Зангельцу. Джибель был обречен. Ты ничего не могла с этим сделать. А учители Зангельцу сделали выбор сами. Они с гордостью и чистым сердцем сражались за то, что верили. Нам стоит не горевать, а восхвалять их. Верно. В этом мире еще остались злые силы. Горевать будем потом, когда прикончим ксевдо единого. Кстати, учителем увидел, как я придул на заметный процесс превращения и предложил пару улучшений. Думаю, я смогу навсегда остановить Роскристалла. Правда? Обещать не буду, но похоже на то. Спасибо, Йоханнес. Я сделаю все, чтобы тебя не подвезти. А пока, пойдем домой. Ладно. Ну, как-то так. Для особых хардкорщиков, наверное, открылся режим хардкора. Ну, мы не будем проходить на хардкоре, естественно. С одной стороны, достаточно долгая игра в сумме у нас получилась, наверное. Но, с другой стороны, достаточно быстро. 100% предметов мы не собирали. Но это, наверное, тут и было не нужно. Нужно было, главное, набрать то количество предметов, которое позволило нам бы дойти до главного настоящего босса. Его победить. Как-то так. Смотрим, что нам открылось. Если что-то открылось. Ну, надо понять, наверное, не сложности лишь. Да, ничего нового нет. Спасибо всем, кто смотрел. Наверное, неудачные попытки я вырежу. Поэтому, видите, только начало и конец. Середину, там, минут 40, которые мы мучились, я вырежу. Ну, и всем пока-пока. Следующий стрим у нас будет уже по другой игре. По Portal 2, естественно. Но тут... Тут мы ее допрошли, это все-таки.